Друзья, думаю вам не стоит напоминать, чем знаменито семейство куних. Единственный добряк в этом отбитом на всю голову семействе – это барсук, но не американский, который тоже хорош, а европейский. Найти всех замечательных представителей этого семейства вы сможете в плейлисте «Семейство куних». Ну а сегодня у нас в гостях самая маленькая представительница рода прирожденных убийц, та самый маленький хищник в мире. И, видимо, в качестве компенсации за размеры один из самых агрессивных. Встречайте милую, но очень кровожадную и очень маленькую ласку, которая, если бы не ее размеры, заласкала бы вас до смерти. Сразу скажу, горностай от ласки отличается мало. Примерно как брюнетка от блондинки, хвостик у ласки просто однотонный, и она немного меньше, чем горностай. Итак, ласка – это хищное млекопитающее семейство куних, вид рода ласки и хорьки. Водится она на всех континентах Северного полушария. Кстати, почему у ласки такое название до сих пор остается загадкой? У вас есть предположения? Напишите в комментах. Ну, а мы начнем с истории, ибо она циклична, как историк вам говорил. В Древнем Риме и раннесредневековой Европе ласка наравне с куницей была домашним животным, поскольку великолепно охотилась на мышей. Однако, в связи с плохой приручаемостью ласки и в большей степени появлением в Европе серой крысы, с которой ласке было затруднительно справиться в качестве защитника запасов, в этой роли ее вытеснили другие животные. Хорьки, кошки и в течение некоторого периода генеты. Ищите всех их в плейлисте «Хищники». Наша ласка же – самый маленький представитель этого отряда хищных. Масса тела самцов 60-250 г, самок 50-120 г, длина тела 160-260 мм, а самок 100-15-200 г. Длина хвоста у самцов и самок от 15 до 80 мм. Передвигается ласка прыжками длиной 25-30 см, строением длинного гибкого тела. И окраска меха очень напоминает горностая, но отличается мелкими размерами и более коротким, а главное одноцветным хвостом. Черной кисточки, как я уже сказала, на хвосте у нее нет. Однако, есть еще длиннохвостная ласка. Она крупнее обыкновенной и даже горностая, но объединены все эти представители вида. Одним с жаждой уничтожать на своем пути все живое. Тело обыкновенной ласки, как и у горностая, тонкое, длинное, с коротенькими лапками, но вооруженными очень острыми когтями, а у основания хвостика ласки имеются железы, выделяющие жидкость с неприятным запахом. В летнем мехе вверх головы, спина, бока и хвост одноцветно-буровато-коричневый. Густота меха одинакова летом и зимой, но летние волосы короче и тоньше зимних. Осенью ласка, за исключением некоторых южных районов обитания, сменяет летний бурый наряд на чисто белый зимний мех. Селится ласка обычно под камнями, в дуплах, в развалинах, в норах, амбарах и т.д. Гнездо выстилает сухой травой, мхом, листьями каштанов и папоротников. Кстати, ласки совсем не одиночки и часто образуют колонии. Ласка – это мучаливое животное, и звуки она подает нечасто, во время игр, ухаживаний, а также в случае подзывания матерями детенышей. Ласка гукает. Будучи недовольной или находясь в опасности, ласка шипит, а нападает, цыкает и чирикает. Ласка очень ловка и проворна. Она быстро бегает, хорошо лазает и плавает, отличается большой смелостью и агрессивностью и является опасным врагом для всех мелких животных. В ее меню входят домовые, полевые и лесные мыши, землеройки, полевки, крысы, тушканчики, кроты, молодые кролики, цыплята, голуби, а также ящерицы, ужи, даже гадюки, лягушки и насекомые. Заметьте, почти весь ее рацион больше ее в размерах. Истреблением мышей, кстати, она приносит большую пользу, которая во всяком случае перевешивает вред, приносимый ею лишь иногда в курятниках. Особо проворные ласки могут совершать аж по 50 убийств в день, делая запасы на несколько дней. А все потому, что у ласок невероятный метаболизм, поэтому она вынуждена просто вырезать всех окружающих мелких млекопитающих, если на дороге попадутся. Делает это она и днем, и ночью, запасая еще и на будущее в своей норе. Ну, вдруг среди ночи захочется наведаться в холодильник. Норы, кстати, ласки почти не роют, а занимают готовые, предварительно пообедав хозяевами. Ну, а каким местом думали люди, которые решили с помощью ласок и горностаев бороться в Новой Зеландии с кроликами, которых сами же туда и завезли, не совсем ясно. Видимо, людишки посчитали себя самыми умными и решили выбить клин клином. В итоге они устроили многострадальной новозеландской фауне очередное испытание на прочность. Ведь зачем есть кроликов, когда есть жирненькие, гнездящиеся на земле, редкие птички типа киви. Но повернуть такое глупое решение вспять уже не получится. Другим хищникам этот мелкий бандит тоже доставляет хлопот. Если на пути попадается конкурент, ласка не отступит, она вцепится и не разожмет челюсти до последнего вздоха. От нее даже хищным птицам, например, коршунам, иногда достается. Размножаются ласки в марте. Самцы до смерти дерутся за самочек, но просто они других взаимоотношений не понимают. А самочка на месяц озадачивается подготовкой мягкой, уютной подстилки для слепых и голых детенышей, которые месяца полтора будут с ней рядом. Папаша-маньяк не принимает участия в воспитании, ибо ему надо поставить очередной рекорд по количеству суточных убийств. Ну а потом детки попробуют мясо, и в них тоже проснется врожденный инстинкт убийцы. После чего они разбегутся от мамаши открывать для себя этот прекрасный мир, полный вкусных мышек, курочек и зайчиков. Живут ласки на воле порядка пяти лет, в неволе вдвое больше. Угрозы для популяции ласки в данный период не наблюдается, что логично, ибо связываться с психованными куньями никто не хочет. Ласки, кстати, частые фигуранты не только криминальных хроник. В художественных произведениях их тоже много, начиная от Стивена Кинга и заканчивая Джеком Лондоном. Причем, разумеется, всегда в отрицательном амплуа. Ну а как иначе, с такими милейшими наклонностями Джека-потрошителя? А в мультфильме «Ледниковый период» присутствует ласка по имени Бак. А как вы думаете, возможно семейство куньях такое успешное, благодаря своей отбитости? Пишите ваше мнение в комментариях. Также обращаю ваше внимание на то, что у нас появились дизайнерские брендовые футболки от канала. Пока я сделала великого медоеда и его русскую сестричку-росомаху. Приобрести их можно по ссылкам в описании к видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какого бы животного Вы хотели бы увидеть в следующем видео и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео, там много интересного. С вами был канал о животных Zoo. Мы собираем большую видео энциклопедию про все виды животных планет. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...